Девушки отдыхают Средний возраст моих журналистов 25 лет Можете представить, что они более чем в два раза моложе меня Это средний возраст У меня некоторые журналисты начинали именно как журналисты с 14, с 15, с 16 лет И вырастали здесь до довольно высоких должностей Сейчас мой заместитель главного редактора Таня Фельгенгауэр Она пришла в 16-летнем возрасте, сейчас ей 30-ник, она зама Скоро будет первым замом, скорее всего, если ничего не нарушат Поэтому я работаю в этом смысле с молодежью Я знаю, вы даже в какое-то время преподавали в РГГУ, давали мастер-классы, да? Ну, я много где давал мастер-классы Но я часто встречаюсь с студентами Часто езжу по стране, и не только по нашей И в качестве обязательного, вот обязательной точки Это встреча со студентами Я еду в Красноярск, я говорю, будет встреча? Нет, я не еду в Красноярск Неинтересно Поэтому я присматриваюсь, конечно, к молодым людям Очень практически, я отбираю Я отбираю журналистов себе Вы автор идей проведения серии лекций, спектаклей Под учим названием «Дилетантские чтения» Да Скажите, как зародилась вообще идея создания, в чем особенность? Ну, смотрите В России не было популярного исторического журнала Были либо журналы строго научные, монографические Либо, скажем так, где авторы все придумывали В любой развитой стране Россия развитая промышленная страна Скажем, во Франции таких журналов для семейного чтения Сейчас 18 названий В Великобритании 14 названий Крупнейшие радиокорпорации, такие как BBC, выпускают исторические журналы Интерес к истории был огромный Я, наверное, лет 5 ходил, собирал разные журналы Даже не зная языка Чешские журналы, шведские журналы А смотрел, как они выпускаются Мне было очень обидно, потому что я по образованию историк И учитель истории, 20 лет в школе работал Мне было чрезвычайно обидно, что в России вот этого нет А что мой сын, которому тогда было 10 лет, он не читает ничего Вот, и, собственно, как это обычно делается Я стал выпускать журнал для себя Я согнал своих друзей Взял у них денег Как положено, столько денег у меня не было Назначил их там главными редакторами Создал сайт И мы стали делать Вот 2,5 года тому назад Мы начали делать Ежемесячный, исторически популярный журнал для семейного чтения Где есть и для детей, и для взрослых Есть и инфографика, есть и игры Есть и картины Очень много картинок Он очень иллюстративный, похож вполне Нет, у нас картинок больше, они ярче Вот, да, и, собственно говоря, потихонечку мы так и пошли И поскольку он стал очень популярен, его читает президент, я присылаю президенту, я знаю, что он его читает У меня на всяких встречах спрашивают Была недавняя история Я пошел на Вторую площадь, действительно, администрация президента Ну, уже поздно вечер, суббота, пустое такое, страшненькое здание, там, строгулка И, значит, сотрудник Федеральной службы охраны на входе проверяет документы по списку Я открываю паспорт Говорит, о, я вас знаю Я говорю, ну, сейчас опять будет бодяга про эхо Москвы Как мы неправильно что-то там освещаем Или правильно Говорит, я знаю, вы издатель журнала «Дилетант» У вас есть с собой номер? Я говорю, есть, говорю я, у меня всегда с собой номер И я, значит, вот этому офицеру на охране правительственного здания подарил этот номер Теперь я всегда правительственным зданием хожу с номером дилетанта И вот вырос журнал через, да, сначала возник сайт вообще А потом сейчас вышел новый сайт, где больше стало игр Потому что стало понятно, что люди сравнивают себя всегда с историческими персонажами Я думаю, что и вы с историческими или литературными персонажами И вы всегда, когда что-то читаете, я бы был вот этим, я бы поступил вот так И на нашем новом сайте есть такая возможность Кто бы ты был в произведениях Булгакова Кто бы ты был греко-персидских воинов Кто ты мифологический герой Вы заполняете анкету, и у вас получается вот такой набор Здесь-то вы были этим, здесь этим, здесь этим, здесь этим И масса, скажем, мягко известных людей этим балуется Это возник второй проект Третий проект Возник дилетантские чтения Которые мы делаем совместно с сайтом Политру Или с проектом Политру Это рассказ о том, как история опрокидывается сегодня Естественно, первые дилетантские чтения были посвящены Россия и Украина, это разное или одно и то же Следующие про империи Все говорят про империю Следующая будет про великих людей И туда приходят люди, приходят люди за деньги Что очень интересно Мы себе ничего не берем, нам нужно зал платить Но люди приходят, платят за то, чтобы нас, идиотов, слушать Участвовать в наших спорах Про то, как история опрокидывается в современности Это все зажигательно Я думал, что уже я в своей жизни, в своем возрасте С своим опытом и своим именем познал все Нет, не все Вот эти дилетантские чтения, публичные чтения Которые очень популярны были в нашей стране 150 лет тому назад В конце 19 века, в начале 20-го, публичные разговоры, публичные клубные чтения Вот, оказывается, собирают аудитория, которая готова тратить деньги за то, чтобы послушать Радио они слушают бесплатно А какая у вас аудитория? Где? Вот именно дилетантские чтения Очень разные Во-первых, там приблизительно, я вот зал, как я помню Во-первых, студенты Очень много студентов Я так понимаю, что это не гуманитарные студенты Это физики, это математики Они же представляются, когда они задают вопросы Почему-то очень много мужчин Больше мужчин, чем женщин Нам всегда казалось, что эти клубные Это все-таки женская такая домохозяйчная история Вот И, конечно, люди с высшим образованием Понятно, потому что, судя по вопросам, они много чего знают И поскольку цены на билет дорогие Там полторы тысячи рублей То есть люди, видимо, с определенным достатком Алексей Алексеевич, вы закончили исторический факультет Тем самым вы не пошли по стопам вашей семьи Это был осознанный выбор? Есть совершенно изумительная фотография Отец действительно Он был офицер-подводник Но он погиб до моего рождения Ровно за неделю И мама еще там три месяца не знала, чтобы молоко не пропало Ей не говорили Говорили, что он в автономном походе На одной из первых атомных подводных лодок Я такого не видел никогда, естественно Вот А мама врач, генолог И вообще была врачебная семья И в врачебной семье очень такие традиции Серьезные Тебя все время подталкивают Я помню, как я уроки делал все время В рентгеновском кабинете Я, наверное, радиоактивный И, наверное, свечусь в темноте Как говорят некоторые Потому что я много часов провел Во врачебном мамином рентгеновском кабинете Делал уроки Но есть фотография, где я Пятилетний С открытой книгой Судя по всему, это было три мушки теора Судя по обложке Огромному белому медведю Игрушки Что-то внушают Вот, видимо, я уже тогда имел Да, уже тогда имел Во-первых, учить А во-вторых, история Вот Ну, а на самом деле Где-то уже с пятого класса Я точно понимал, что мне интересна история С пятого класса В одиннадцать лет И во-вторых, где-то с восьмого класса Я выбирал между химией и историей Я точно понимал, что я не буду историком Мне скучно писать труды Что я буду преподавать историю Что я буду учителем истории И где-то с восьмого класса Я так тупо настроился на педагогический университет И на исторический факультет И туда пошел То есть я очень упертый, целенаправленный Упорный, терпелив Я знаю, что во время учебы в УЗИ Вы подрабатывали почтальоном Это действительно неудивительно Потому что многие сейчас ребята Из-за нехватки финансовой Тоже начинают подрабатывать Мне показалось удивительным то Что даже на этом этапе Вашей трудовой деятельности Вы умудрялись все лучшее выжать И у вас был такой доступ К буржуазной прессе Когда в те времена этого вообще не было И практически в режиме онлайн Затем вы работали учителем Мы тоже как-то в интервью сказали, что Это дало мне действительно в дальнейшем очень многое Вот это черта характера В любой ситуации извлекать пользу? Вы точно подметили Действительно В любой ситуации даже некомфортно Конечно, работать почтальоном Это некомфортно Это надо вставать в 5 утра Зимой, значит, идти на этот участок Сортировать газеты Было и потом Я не очень крепкий Я тогда вообще был хлипкий Я таскать эти пачки Газеты, журналов Но действительно Мне повезло Среди моих клиентов Был дом, где жили зарубежные журналисты Они выписывали зарубежную прессу Зарубежные журналы Так я познакомился с плейбоем, между прочим Они все как один выписывали плейбой Естественно, в Советском Союзе этого не было Я естественно Поскольку срок доставки журнала Была инструкция 5 дней У меня было 5 дней Нужно посмотреть плейбой Показывать своим друзьям Я завоевывал Большое уважение своих друзей И своих подружек Тем, что на очередные Пьянки, гулянки, свиданки Я приходил со свежим плейбоем Достать было невозможно Но помимо этого Я читал серьезную прессу Поскольку я был франкоязычный Я читал газеты Фидором Он читал Паримач Экспресс Лепуа и так далее И, конечно, у меня взгляд на это был На то, что происходило вокруг Он корректировался Я читал и то, и то И газету Правда я читал Естественно И Известия И все журналы Но я был таким Выжимал из этого все, что мог Заставлял себя Я, конечно, мог найти другую работу Но я заставлял себя Поскольку я очень ленивый человек Вообще в душе Я очень ленивый человек Заставляю встать себя в 5 утра Или, вернее, в полпятого Чтобы выйти в 5 Потому что газеты поступают в 6 Но это нужно было совершить насилие над собой И тогда я понял Что человек всегда борется с собой Он не борется с другими Он не конкурирует с другими Не должен Если он конкурирует с другими Он проигрывает Он конкурирует сам с собой Завтра ты должен сделать лучше и больше Чем ты сделал вчера Бессмысленно конкурировать с людьми С другими умениями Это сам себя-то как-то И я действительно очень так наловчился И 4 с половиной года Я был вот этим почиталем Мне предлагали уже работу Уже в школе Уже студенты Мне не-не-не-не Мне вот тут хорошо, комфортно И самое главное Я заканчивал свою работу в 9 утра И день свободный Ходи гуляй Так что вот Такая была история Со всех трибун Во всех законах Декларируется Что СМИ Должны быть независимыми Есть ли на ваш взгляд Независимые СМИ Не только в нашей стране И в какой мере Вы ощущаете Эту независимость На себе На радио Смотрите Слово независимость Трактуется по-разному Вообще Нельзя быть независимым Вообще Я завишу там От своей семьи От своих друзей От своих помощников Ну как Нормально Мы живем Не обитаемом острове От своих взглядов От своего представления О добре и зле Но когда говорят О независимом СМИ Все говорят о том Все имеют ввиду Что это независимость От государства То есть что государство Не диктует редакционную политику Поэтому в этом смысле Эхо Москвы Наше радио Это независимое СМИ Но безусловно Перед вами сидит Главный редактор Который определяет Редакционную политику Поэтому редакционная политика Эхо зависит от меня От моих интересов От моих вкусов От моего настроения Наконец И это Наверное чувствуется Поэтому конечно Когда ты делаешь медиа Особенно электронные медиа Или интернет медиа Можно сказать Это зависимость От людей Которые делают Очень большая Но мы не зависим От государства Мы не зависим От акционера Это прописано У нас в уставе Это было условие Когда пришел Вадим Вадимович И он со мной Разговаривал В 2000 году Очень долго На эту тему Я не могу сказать Что мы с ним договорились С президентом не договариваются Но мы поняли так Что если Его не устраивает Редакционная политика Он меня меняет Но он не может От меня требовать Чтобы я изменился Это невозможно Это только любимая девушка Может от меня потребовать Я еще подумаю Десять раз Смотря что потребовать Вот Но в принципе История такая Я есть какой я есть Я понимаю Счастье Как я его понимаю Я понимаю благо Как я его понимаю И требовать от меня Чтобы я в угоду Кому-то даже Очень близко Мне человеку Изменился Это менять меня Я думаю Что это Ни у кого не получится Никогда не приходилось Ити на компромиссы Да каждый день Послушайте Есть компромиссы Мелкие Вот была история Когда мы узнали Про то Что Борису Николаевичу Ельцину Будут делать операцию Завтра Это узнали мы Мы украли медицинскую карту Скажу честно Просто взяли и украли Потому что Мой корреспондент В это время Имел роман с медсестрой Все через постель Все через секс Не правда И мы украли медицинскую карту И дальше Вот компромисс Мы готовимся Это объявить по радио Я звоню Просекретарю Сергею Строжевскому Тогда Которые товарищи С которым мы на ты И говорю Вот мы знаем Что завтра В 6 утра Будет это И через 20 минут Мы даем в эфир Он говорит Я тебя прошу Не давай в эфире Я тебя умоляю Вдруг что Не давай в эфире Я ему говорю Хорошо Давай поменяемся Я это не дам в эфире Но что я получил взамен Он говорит Первое Я тебе подтвержу Что завтра То есть у меня будет Не независимый источник Неизвестный А пресс-секретарь президента Что завтра Время не называем И во вторых Ты получишь первый вопрос На пресс-конференции Врачей Я говорю Договорились Значит мы объявляем Что завтра Как заявил Эхо Москвы Пресс-секретарь И все мировые агентства Писали Эхо Москвы Эхо Москвы Потому что они ссылаются И я получил первый вопрос На пресс-конференции Врачей Которые вышли Сразу после операции На сердце президента Ельцин Компромисс Компромисс А в чем дело Для наших слушателей Было важно что Для наших слушателей Важно когда И важно что Я от их имени Задал вопрос Тоже была смешная история Потому что я не знал Что спрашивал Потому что Ну а что Вышли врачи Все в порядке Если они в порядке Они не выше Понимаете Да И я ночью Поскольку я знал Я звонил своим знакомым Кардиологам Великим Что спросить Вот если они выходят И они давали разные советы Но один парень Молодой сказал Слушай Покажи свое знание И спроси На сколько секунд Было остановлено сердце Потому что Если оно остановлено Больше чем Сейчас не помню Ну там Условно На 12 секунд Начинаются изменения в нем Да А если до этого Все в порядке И вот значит Я там Ну поднимаю руку И сраженский Меня показывает Сидят наши врачи И сидит знаменитый Американский хирург Дебейки Майкл Дебейки Ему было тогда 87 лет Он не оперировал Но он стоял Наготове На всякий случай Он стоял Не рассказывал Он так стоял Если что Не понадобится И я значит Радостно беру микрофон И задаю вопрос Скажите пожалуйста Насколько Насколько Остановилось сердце Насколько Вы останавливали Сердце Президента Ельцина Дебейки так Радену Сказал Профессионал Да Причем Никто не понял Журналистов Почему я это Спрашиваю Я-то готовился Вот так Я разменял И пошел На компромисс Тогда С администрацией Президента Ельцина Такие компромиссы Информационные Когда ты меняешь Как тебе кажется Менее важное На более важное Менее значимое Дослушатель На более значимое Слушатель Вот Я вообще очень Компромиссный человек Я по жизни Очень компромиссный человек У меня сидят там 7 человек Моего стафа Каждую неделю 5 замов И 2 помощницы Все очень гордые Все очень крикливые Все с своим знанием Дело И мое дело Найти Примирить Точки зрения На решение Проблемы Это компромисс И это должен Главный редактор Уметь делать хорошо Алексей Алексеевич А что на ваш взгляд Никогда не должен Делать журналист Врать А он не должен врать Он может честно сказать Что я не знаю И это надо говорить Или если он ошибается Он должен извиниться Он должен признать ошибку Потому что В нашей профессии Главное доверие Доверие создает Репутацию Репутация создает Капитализацию И вы на рынке Как журналист Если у вас есть Доверие аудитории Ваша репутация Тяжела И вы весите много Поэтому если вы Извиняетесь Это наоборот плюс Я всегда с вами говорю Не бойтесь ошибиться Но если мы Накосячили Я накосячил Ты накосячил Надо извиняться У нас на них есть правила У нас журналисты Не извиняются За них извиняется Главный редактор Я выхожу И говорю Вчера Мы накосячили Мы вам сказали То-то А на самом деле Это не было Прошу принять извинения Даже если меня не было На станции В этот момент И я этого не слышал Это правило Ну вот за это Я получаю Большую зарплату За унижение Работа главного редактора Это в том числе Работа менеджера Вот кем вы себя В первую очередь Ощущаете Конечно я менеджер Конечно я менеджер Вот сейчас у нас Происходит очень болезненная История Мы переставляем людей Мы лишаем Часть людей Привычной работы И ставим их На непривычную работу Мы никого не увольняем Но мы их двигаем И в принципе Я не должен Объяснять это Потому что Как главный редактор Я обладаю нюхом Я могу сказать Мне так кажется Что вот ты здесь Будешь лучше А человек не хочет Расставаться С своей работой Или я закрываю Какую-то программу Сейчас я закрыл Три программы У меня люди остались Без своих программ Я им даю другие Или не даю другие Но вот Работа менеджера Это же работа с людьми Это же работа с кадрами Это вот Окружить себя Понимающими тебя Понимающими тебя Ставом Самостоятельными Это который говорит Есть Эти люди мне неинтересны Они должны мне возражать Они должны от меня Отталкиваться И даже там Самые молодые Которые работают Год-два В моем стаффе Я имею в виду В близком стаффе Там бывает И посылают И даже Нецензурными словами И даже часто Меня в смысле Но я это разрешаю Потому что Если такова форма Выражения У современной молодежи Чтобы быстрее Объяснить Ну пусть Меня это не оскорбляет Самое главное Чтобы мне по делу Возражали Да Чтобы я мог проверить И отточить Свои аргументы Внутри своего стаффа И конечно Ты обижаешь Очень много людей Своими решениями Люди не понимают Твоих решений Но поскольку За эту работу Отвечаю я Опять же Год тому назад Президент Во всеуслышание Под камерой Сказал Что за все отвечаете И вы на их Да Он прав За все отвечаю Я на их Поэтому я и принимаю Окончательное решение И ни с кем не делю ответственность Я не говорю Это мы так коллективно решили Вот мы посоветовались И мы решили тебя сделать Нет Я решил И все мне говорят Не надо якать Я говорю Нет Надо якать Надо якать Действительно мое решение Мое окончательное решение Мое последнее слово Моя подпись на документе Я это решил И это очень важно Поэтому с одной стороны Компромиссность Да И готовность прислушаться К людям разного Возраста Положения Образования А с другой стороны Окончательное решение За мной По кадрам В первую очередь Менеджерское решение Никогда не устаете От ответственности Я всегда от нее устаю Я ненавижу ответственность С удовольствием Меня на кого-нибудь Передвину Но ответственность Связана с должностью Я вообще человек Безответственный Я вообще Вне должности Я человек безответственный Просто Я вот Принимаю решение И зато получаю Как говорится Солонкой в лоб Вот Это единственная ответственность Которую я А вот вы на работе И вы дома Это два разных человека Да нет конечно Это невозможно разделить Я такой же дома И отклеить Это невозможно И такой же на работе Какой я дома Я один Я единственный Я не могу это разделить Я конечно могу сыграть Как в спектакле Ту или иную роль Я могу там Изобразить Либо гнев Либо смирение Либо унижение Я вообще хороший актер Вот Но Я это всегда я Что вы считаете Самым большим вашим достижением? Ну я отвечу банально Самое большое мое достижение Еще впереди Еще впереди А есть ли что-то Что вам бы хотел изменить? Нет Нет Никогда нельзя оборачиваться назад Вообще нельзя Жить с вывернутой Шеей назад Вот оно уже сделано И сделано И все эти беспочвенные фантазии Я бы сделал лучше Да Может быть ты бы сделал лучше Но последствия были бы другие Я ценю людей Которые вокруг меня И которые в результате моих действий Стали вокруг меня И со мной работают И со мной живут Поэтому Я бы ничего не менял А там впереди много развилок Алексей Алексеевич Если бы вам пришлось выбирать Между патриархатом и матриархатом Что бы вы выбирали? Лежкий вопрос Матриархат конечно Почему? Потому что Женщины во многом Более интуитивны Я больше доверяю интуиции Чем математическому анализу Я очень математичен А окружающие меня барышни Они интуитивны Они очень много помогают И спасают иногда Ситуацию гораздо быстрее чем я Поэтому я с удовольствием В этом смысле Но я не могу сказать Что я подчиняюсь им Ну подчиняюсь На самом деле подчиняюсь Подчиняюсь Имею ввиду Принимаю во внимание Их соображения Которые они не могут объяснить Вот если женщины Объясняют свои соображения Я их не принимаю А вот если Вот аргумент типа Вот Мне так кажется Или Так надо Или типа Вы все равно не поймете Но я знаю что это так Вот Я как бы Я это принимаю Я это принимаю Потому что я их так чувствую Чувствую реже Обманывать чем анализ Вы как по вашему Книга Фильм Песня С которой должен быть знаком Каждый Ой ну у каждого свое Вы слушайте Я даже понимаю Что даже самый близкий Мой 14 летний сын Да У него свои книги Свои фильмы Там Хотя мне ему удалось Не взять Pink Floyd Вот Но это такое старье Это типа Чайковского Это классика для него Он слушает такое Что там грохочет Промыхает Да Я не понимаю что это такое Но ему нравится Ну я ему говорю только Вот в наушники можно Можно не по квартире Можно вот в наушники Вот слушай в наушники Я же тебя заставляю Слушать свое Вот И то же самое с книгами Совершенно конечно же Совсем другое поколение Поэтому Я ничего не навязываю Никогда Нет универсального Ответа нет Алексей Алексеевич У нас есть один стандартный вопрос Но мне кажется Основопогающий Каким вы видите себя Через 10 лет Таким же Все очень банально Наверное Наверное Чуть помолодею Наверное Наверное В моем окружении Появится Самая большая ценность Новые люди Вот Ну Вы знаете Я в последнее время Не чувствую каких-то изменений В себе Последние 20 лет Я там Не то что запостенел У меня возникли Определенные понимания Принципы Я не считаю Обратный отсчет до смерти Который может прийти В любой момент Каждому из нас Их к сожалению Уходит много моложе Чем я Я не вижу никаких Причин меняться Я просто не вижу Ну сын вырастет Ну что-нибудь еще будет Может случиться А может не случиться Меня очень трудно изменить На меня можно повлиять Но это могут делать Так очень близкие люди И что вы можете посоветовать Молодым ребятам Которые только делают Свои первые шаги Есть практические советы Да Там Чего мне не хватало В свое время Иностранных языков Потому что действительно Каждый язык Это другой мир И в новом мире Жить без иностранных языков Без двух Без трех Невозможно Это просто две-три жизни Да Вы просто мультиплицируете Свою жизнь Это очень важно Второе По совету Не бояться ошибиться Но всегда признавать свои ошибки И внутри себя И для своих близких Ну и в-третьих Заботиться о своей репутации Потому что это капитал В какой бы профессии Его ни были Никогда не делать того С чем вы не согласны Ваши компромиссы Должны быть минимальны А несогласие С самим собой Съедает человека Изнутри как рак Поэтому если вы живете В гармонии с самим собой Вы можете любым чудовищем Для окружающих Большое спасибо 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 Спасибо